ну вот давайте тогда раз мы уже говорим о пространстве информационном пространстве давайте отметим его в плане развития истории казахстана информационном пространстве вот институт истории государства в этом плане активно работает наш портал их историки существует несколько таких известных блогеров которые пытаются через социальные сети придать интерес к истории казахстана что вы об этом скажете вообще информационное пространство казахстана замечательным она мне нравится тем что у общественности огромный интерес к истории причиной такой положения конечно кроется в том что до сих пор очень много белых нераскрытых пятен это и сам процесс становления казахстанской государственности потом проблем скажем советского периода даже элементарная вещь скажем немало еще нераскрытых страниц даже в освещении великой отечественной войны поэтому вот интерес людей к истории он постоянен меня это радует другом про что насколько ученые историки поспевают скажем с ответами на те вопросы которые ставят сама общественность тут же надо сказать что он журналистам или скажем писателям не уже приходилось об этом говорить им легче выдать информацию ту или иную форма информацию нередко кстати журналисты гоняются за сенсационным материалом да принципе как принято во всем журналистской мере горячий материал кто владеет информацией тут это как бы их метода работы журналистской среды среды в этом ничего такого предусмотрения не вижу такого скажем предусмотрительного другое просто персональный историк прежде чем огласить те или иные идеи или скажем осветить факты он должен очень внимательно просмотреть поэтому я не думаю что историческое сообщество как бы сильно отстает от требования времени но сейчас я завершаю тему но настолько сейчас стремительно движется такой информационный век настолько стремительно все меняется выходит очень много масса литературы которые не всегда профессиональные историки успевают обработать да поэтому я думаю что то что происходит в информационном поле казахстана очень характерно для практически всех стран в том числе для даже самых развитых стран западных мир не успевает освоить этот объем информации то одно а сколько информация некачественной предлагается читателю да то есть допустим от каких-то непрофессиональных историков где-то популиста где-то чего-то набравшихся и вот этот вот обретший форму книги материал преподносит исторические факты совсем по-другому вот я приведу простой пример чтобы далеко не ходить за примерами например некий журналист его знает кстати написал что Чингисхан по происхождению оказывается казах ну это журналист может так написать или писатель может додумать скажем профессиональный историк таким вещам должен подходить очень внимательно потому что его слово оно звучит в общем это же весомое слово конечно институт истории государства какой как он действует в нашем информационном пространстве мне хотелось сделать акцент на том на чем сейчас сосредоточена работа коллектива институт истории государства в этом году девятый год пошел как был создан институт за прошлые годы было выпущено около 70 монографий книг средних учебники по истории казахстана хрестоматии целевые монографии по голоду в казахстане по великой отечественной войне эти книги получили признание со стороны казахстанской общественности письма писателей крупных политических деятелей мы постоянно вывешиваем на фейсбуке на интернет портале института сейчас в этом году учитывая вот важно сегодняшний момент а коллектив работает над следующими темами во первых готовится такая фундаментальная книга по историческом пути который прошел независимо казахстан за 25 лет собран достаточно архивный материал есть теоретические выкладки по данной теме подобран коллектив и на сегодня коллектив работа над этой темой мы планируем выпустить несколько томов по истории независимого казахстана где будет дана оценка экономическим реформам научно оценка экономическим реформам политическим трансформациям демографическим изменениям изменениям социального строя и так далее так далее вторая очень важная тема которая нас сегодня кстати волнует в этом году состоится как бы своеобразный юбилей российским революциям 1917 года и коллектив сейчас приступил к разработке тему к изучению к изучению изучению темы российские революции 1917 года и установление советского власти в казахстане проблема в том что советский период было выпущено очень много работ но с силу политической особенности тех времен не все страницы были раскрыты в полной мере тогда не включались материалы зарубежных архивов и тем более точно такая актуальная тема она будет беспокоить общество и я даже ожидаю полярных точек зрения по революции 17 года поэтому мы полагаем что эта тема очень актуальна и коллектив приступил к разработке данной темы кроме того значит готовится очень ряд таких серьезных международных конференций о которых мы конечно скажем дополнительно работа ведется и у нас есть арман вы хорошо знаете есть у нас фундаментальные и прикладные исследования над которым мы работаем в то же время значит эти актуальные вопросы о которых я сказал находятся в центре внимания коллектива вот кстати для разработки таких крупных масштабных проектов нужны соответствующие кадры до достаточно ли вот сильный коллектив на сегодняшний момент кстати очень хороший вопрос решение данного вопроса конечно для решения данного вопроса мы постоянно привлекаем наших коллег из других институтов которые дислоцируются в городе алматы которые будут в университетах это такой совместный проект институт по своим составом по численности небольшой поэтому обязательно мы будем привлекать и привлекаем коллег из университетов других институтов а также коллег которые с нами сотрудничают в частности из России с Узбекистана Голландии Соединенных Штатов Америки то есть тех исследовательских центров которые занимаются данной темой то есть это вот такой обобщающий труд да и он будет рассмотрен с разных сторон да разными взглядами соответственно более объективен будет замечательно ну вот меня всегда интересовало что вы поддерживаете молодые кадры молодых ученых это радует не в каждом институте могут похвастаться что вот коллектив активен профессионален и в то же самое время молод да как у вас идет работа с молодыми учеными тут кстати опять же очень хороший вопрос казахстан последние годы вот столкнулся с дефицитом кадров проблема заключается в том что с одной стороны с одной стороны последнее время значительно ослаб приток молодых людей в науку потому что социальная поддержка ученых молодых особенно я думаю что не на должном уровне во-вторых сама процедура защиты она слишком усложнена на мысли приобретение научной квалификации там очень много существует препонов которые препятствуют в общем то своевременной защите мы имеем очень мало процент защищенных среди молодежи если я не ошибаюсь только 15 15-17 процентов те кто завершает докторантуру успевает защититься это низкий показатель за это очень низкий показатель и вот создается такой создан своего раза вакуум когда одна часть ученых казахстана стремительно стареет молодежь приток молодежи он сильно ограничено вот силы вот этих причин мне кажется министерство образования науки должен предпринимать срочные меры по либерализации самопроцедуры защиты ученые института историю государства об этом писали мы говорили на конференциях доводили до сведений руководством МОН что необходимо создавать более такую широкую площадку для привлечения молодых сфер наук сфер наук я завершая данную тему хочу сказать что на сегодня 7 человек молодых ученых институтов обучается магистраторе докторантуре большинство из них обучается в еврейском университете имени Гумилёва но кроме этого одна наша докторант она обучается проходит докторантуру в винии обучение у них кстати на английском языке мы стараемся как-то поддерживать молодых чтобы они были постоянно в научном поиске оказываем социальную поддержку направляем ученые учебные заведения в частности ряд молодых ученых прошли по Валашаку в Россию в этом году тоже наш ученый получил стипене в Валашаку это как бы ежегодно традиция как бы знаете вот несколько лет назад Аманжолов Дарханда Аманжолов Дарханда они как раз получили возможность обучаться по линии Валашак в Российской Федерации и эта линия продолжается существует такой коллегиальный орган Совет молодых ученых в институте непосредственно хорошо а по поводу деятельности министерства образования науки в сфере подготовки кадров по истории Казахстана может быть историческая наука не так актуальна на сегодняшний день если там не созданы такие условия не ну я не говорю что министерство образования науки не создал условия я говорю о том что сама процедура вот нормативные акты по защите докторских диссертаций слишком усложнены в Казахстане мы же имеем пример России они же не шарахнулись слишком так это направо скажем в Узбекистане остались в приеме форум защиты диссертации поэтому это вопрос стоит вот порядок защиты актуальность насколько актуальна историческая наука на сегодняшний день во всем объеме наук Казахстана более может быть важная вещь состоит в том что любое государство которое думает о своем будущем очень внимательно изучает историю для Казахстана знание отечественная история это очень серьезная вещь это как бы я даже сказал стратегическая такая линия со стороны правительства в последние годы принимались очень такие хорошие программы такие как Надини Мраа Алумья Хазна Народ потоки истории они сыграли громадную роль в развитии исторической науки и в 2017 году эта линия продолжена согласно программе Менглик Эльх со стороны правительства здесь внимание очень большое и в то же время происходит сокращение часов по отечественной истории в университетах затем вводятся какие-то новые порядки сдачи экзаменов все это нам необходимо учитывать но вместе с тем я сейчас хочу повторить что историческая наука играет исключительно важную роль воспитание молодых граждан Казахстана воспитание чувства патриотизма знания своей истории вот вы заметили когда выходит тот или иной фильм на историческую тематику в частности фильм «Алмазный меч» мы ходили всем коллективом института и я был приятно удивлен тем что зал был битком набит и интерес людей к собственной истории он огромен и на сегодня значит и на будущее вообще история как такая формирующая мировоззрение наука должна постоянно развиваться и поддерживаться со стороны государства хорошо ну и последний вопрос о планах перспективах института истории государства на ближайшие 2017 на ближайшие годы есть перспективное планирование есть планы работы на 2017 годы на ближайшие три года как научно-исследовательский институт на нас возложена задача изучение процессов выявления исторических закономерностей которые характерны для Казахстана институт на сегодня спробирован кадрами кстати вот много молодых ученых хорошо знают иностранные языки в том числе вот особенно английский за хорошо кроме казахского и русского естественно были ученые которые у нас хорошо знали китайский язык вот это нам позволяло просматривать вот скажем тренды мирового уровня то что выходит на на скажем английском языке на языке великого соседа и эта линия будет продолжена сам корпус ученых на сегодня боеспособны но в то же время я хочу сказать что мы постоянно держим несколько вакансий для людей которые имеют научную степень желающих попасть в институт истории государства очень много у нас идет такой своеобразный отбор мы при этом большое внимание обращаем на тех которые уже имеют научную степень но в то же время для молодых ученых двери тоже открыты у нас есть такая конкурсная процедура кого мы можем дать таким образом планы определены на эти годы она проходит вот в русле исследования платформы Мангли Кель есть государственная программа которую мы одержим исполнять но в то же время мне радует что в последние годы сотрудники института стали выпускать такие инициативные проекты эти книги скажем выпускаются за свой счет мы не смотрим вот пока значит нам государство конечно хорошо когда государство приходит за помощь и выпускаются книги исследования за счет бюджетных ассигнований но в то же время вот только за шестнадцатый год вышла книга о могиле Кашкембаева лес и симбиолин на русском казахском языках это прекрасные вещи кстати это инициативный проект он книгу подготовил за свой счет затем двухтомник доцента кандидата историческ наук конзай Ерембетовой Анна Михайловна Панкратова академик Панкратова сыграла исключительно важную роль в становлении историческ наук Казахстана поддержала Вик Маханова да и спасибо большое вот их истории что вы нам освещаете выпуск этих книг что подробно освещается на странице их истории потом Кэр Макбаев подготовлен кандидатам истории потом в этом году вернее в прошлом году подготовлена хрестоматия на английском языке для исторических специальностей в университете в Казахстане двухтомник до периода независимости периода независимости таким образом это такие инициативные проекты которые дополняют тот перечень тот корпус которые готовят с учеными планов много хорошо желаем вам удачи в осуществлении этих планов вам большое спасибо особенно вот их истории не программа как портал да огромное спасибо порталу их истории за освещение трудов научных трудов и я должен хотел бы сказать что в последнее время работа сама портала она значительно активизировалась и там люди с интересом смотрят я кстати свой рабочий день начинаю с того что хожу на портал и завершаю кстати этим и смотрю какие новинки в истории истории это же великолепно то что мы имеем и спасибо вам большое спасибо это я говорю искренне это мнение наших ученых спасибо большое за интервью